Здравствуйте! Молодым везде дорога, подумали организаторы и пригласили на открытие городка десятки школьников. Те скромничать не стали, тот же заполонили горки. Чтобы посмеяться, покататься, здесь простор большой. Городок раскинулся на территории в полтора гектара. Длина главной горки 74 метра, а высота 9. И пусть сегодня она пока не работала, гости парка все равно были рады. Приехали из Москвы, едем в Терьмо вообще. Мы узнали, что здесь каждый год, в принципе, такие городки делаются. Приехали. Здорово. Мы каждый секунд сюда приходим, здесь даже несколько раз, не один раз. Здесь нравится. Большая ледовая стройка началась в первых числах декабря. Мастеров попросили вспомнить фольклор и сказки. Так на площадке появились Дюймовочка, Кощей и Баба-Ягам. Правда, если температура поднимется до 4 градусов тепла, то им не устоять. Городок начнет таять. На создание ледового городка ушло около 20 тысяч кирпичей. Их привезли с отера верхних кабан. Как признавались мастера из четырех городов, они трудились и днем, и ночью. Ведь цель была сделать не только красиво, но и занимательно. Впрочем, многим детям даже горки не нужны. Была бы возможность порезвиться. Чтобы построить ледовый городок, в мэрии не пожалели 20 миллионов рублей. А чтобы еще больше порадовать горожан, приурочили к открытию площадки конкурс «Народный Дед Мороз». За это звание боролись 28 мужчин от 18 до 78 лет. Лучшего выбирали сами казанцы. Маргарита Пастнова, Рустам Заляли, Телеканал Эфир.